Всем привет! С вами Соловьё Марина и это косметичка уходовых средств июля 2018 года. Начнем с вами, как обычно, с очищения. Что же у меня на очищение? И первое, что я вам покажу, первое, что я беру в руки, когда прихожу умываться, это мицеллярный гель Аквасмарт. Я им пользуюсь после того, как пользовалась мицеллярной водой серии Эксперт. И хочу сказать, что уступает он все-таки по эффективности мицеллярной воды серии Эксперт. Ну, во-первых, даже потому, что мне очень сложно наносить его на ватный диск. Я не наношу, перестала, ватный диск не впитывается у меня, остается на поверхности. Может, диски, конечно, такие. Я не исключаю и этого фактора. Ну, я беру этот мицеллярный гель, наливаю порцию на ладошку, растираю между ладошек и начинаю верхний слой макияжа вот так руками стирать. Затем я просто смываю его водой. После чего я беру в руки двухфазную жидкость и наношу ее, ну, смываю глаза. Но глаза я тоже смываю не сразу тушь, а смываю уже смытую руками водой тушь. И затем я доочищаю вот этой двухфазкой, это лореаль. Единственная двухфазная жидкость, которой я могу пользоваться из покупных. Все остальные мне жутко щиплят глаза. Вы видели эту молнию? Вам видно было? В общем, вот это сначала мицеллярка, потом двухфазка. Следующий этап это гель для умывания. Гель для умывания у меня сейчас ультра клин грин. Просто потому, что он у меня валялся в ванной очень долго. Дочка то пользуется, то нет. А поскольку у меня к нему очень хорошее отношение, я его взяла и пользуюсь им до сих пор. Здесь чуть-чуть осталось. В следующем обзоре, скорее всего, его не будет. Ну и утром у меня совершенная пенка для умывания Гардерика. Очень ее люблю. Она действительно очень нежная, не стягивает кожу. И у нее такой приятный аромат. Если сравнивать с Риноваш, я, честно говоря, не могу особых отличий найти, кроме как отдушки. Вместо тоника, вместо тоника я сейчас использую гидролат розы, который я покупала на Крымском заводе. Кошмар, что на улице происходит, девочки. Вы видели? Это молния. В общем, смотрите, с тониками у меня вообще никак не задалось. Риноваш мне привезла подруга, жжет. Абсорбирующий тоник, жжет. Тоник из серии Ультра Клин Грин. Дочь у меня забыла в саду. Все, достала гидролат. Использую гидролат вместо тоника. В принципе, он предназначен для этих целей. Поэтому стала пользоваться. Ну, вот пока так. Из очищения, слушайте, вот лето настало. Столько дел, столько хочется ей погулять. И все, меня просто не хватает на то, чтобы нормально ухаживать за лицом. И понимая, это нельзя. Я сама вам всегда говорю, надо регулярно, регулярно, чтобы видеть эффект. А сама вот в данный момент так не делаю, к сожалению. Покупала, кстати, очищающий гаммаж для лица, ксиологи. И говорила, что я вам расскажу мнение о нем. Вот сейчас рассказываю. Во-первых, я не поняла, почему это называется гаммаж. Поскольку я его открыла, а там прям крупинки абразивные, как в скрабе. То есть... Это скраб, девочки. Я уже потом подумала, что, наверное, гаммаж и скраб это одно и то же. Зашла сегодня в интернет. Сделала запрос, в чем разница гаммажа и скраба. Это совершенно разные вещи. Там, где есть частички кругленькие, это скраб. А гаммаж не содержит. Ну, тут они реально есть. Я вам сейчас покажу. Я нанесла на лицо и тут же все это с лица убрала, поскольку скрабы для меня вообще не вариант. Не знаю, видно вам будет, нет. Но это прям конкретные частички. Вот они, вот они. Посмотрите. Вот они, эти скрабящие частички. И я не могу пользоваться скрабами. У меня настолько расширенные поры, что мне кажется иногда, что они туда попадают. Оттуда не вымываются. И воспаляются. Так что, вот это, девочки, это скраб. Я считаю, что на упаковке должны писать правду. И вот я бы, например, не купила. Ну, и вам не советую. Пахнет, кстати, как кислородный бальзам вот этот. Скраб, если честно. Следующее, что у меня. Все, мы очистили. Очистили лицо. И получается, никакими масками я сейчас не пользуюсь. На альгинатную нужно минут 40 времени точно. На какие-то другие мне обязательно нужно очищение. Очищение у меня никакого не осталось. У меня были и гаммаж с эфирными маслами, и паста эксфолиант была. Ничего не осталось. Очищать кожу нечем. А маску на неочищенную кожу я накладывать не могу. Не знаю почему. Поэтому мне сейчас нужно что-то срочно приобрести из каких-то гаммажей для того, чтобы очищать кожу. Ну, а потом уже пользоваться масками. Кстати, новые масочки, которые у нас вышли за 79 рублей. Шесть различных масок тканевых, да, у которых огромные лекала. Я не помню, как они. Джуси, Кэш, что ли они называются. С первой же маски у меня были проблемы. Я вам уже рассказывала, что маска мне жгла кожу, но эффект от нее был. И я не знаю даже, использовать мне остальные или нет. Я вот сейчас пытаюсь, кстати, вот, знаете, все это с руки скатать, вот весь этот скраб. Он кошмар как кожу дерет. Я бы на лицо вообще в жизни его не стала носить. Даже, даже вот мелкие, там настолько мелкие частички. Но я просто руку вот сейчас содрала, не знаю как. Нет, это для лица точно, для чувствительной, нормальной даже кожи. Я не рекомендую вам это средство, не берите. Так вот, про маски, да, не жжет. Я даже боюсь другие начинать открывать. У меня еще три штуки разных лежат. И я как-то опасаюсь. Но, конечно же, я попробую и расскажу в ближайшее время. Возможно, это даже будет просто отдельным обзором этих масок. Я вам расскажу. И вы уже тоже потом поделитесь, кто пробовал все шесть. У меня всего лишь четыре. Так, ну и давайте буду доставать. Опять взяла свою пушистую косметичку. И достаю первое, что мне попалось. Это активатор роста ресниц. По крайней мере, раньше он так назывался. Сейчас это сыворотка для роста ресниц. Регулярно пользуюсь. Периодически делаю перерывы. Но я уже рассказывала эти чудеса, когда ты на один глаз наносишь, на другой нет. И именно на том глазу, на который наносишь ресницы, вдруг становится ровнее и лучше ложатся. Вот такие чудеса, да, он творит. Ночной. Ночной уход. Давайте покажу, что у меня в ночном уходе. Ну, как обычно, у меня активная вода платинум. Обязательно, обязательно ее повторю, как только она появится на складе, как только у меня будет какая-нибудь скидка. Хотя она и так не очень дорого стоит. По-моему, 300 рублей она по цене каталога, если я не ошибаюсь. Моя скидка сработает и будет порядка 240 рублей. Поэтому за тот эффект, который она мне дает, я готова ее покупать. Делаю примерно два нажатия, растираю в ладошках и наношу вот так на лицо. Это как база под мой вечерний уход. А вечерний уход, все, мне кажется, вот-вот кончится, он никак не заканчивается. Это активная сыворотка для лица с коллагеном и крем для лица и шеи, круговая пластика. Хвалила, хвалю и буду дальше хвалить. Замечательные просто, просто два замечательных средства, которые работают именно на ночное применение. Сначала сыворотка, затем крем. Наношу и на подбородок, и на шею. Безумно довольна. Утром встаешь, кожа подтянутая, кожа упругая. Ну, просто супер. Вообще рекомендую. На летний уход самое то. Никакой лишней жирности нет. Достаточно легкие текстуры. Сыворотка, так это вообще такой прозрачный гель. Примерно, примерно вот такой же. Девчонки, ну извините, у меня просто другого времени не будет снять видео про уходовую косметичку. Пожалуйста, в этот раз потерпите эту грозу. Она совершенно не вовремя началась, когда я только-только все разложила. Ну и также ночной уход. Это клеточный крем вокруг глаз Гардерика. Он у меня, конечно же, и утром, и вечером. И, кстати, вот эту активную водичку платинум я стараюсь наносить и на зону под глаза. Правильно, неправильно, не знаю. Но поверх еще и вот этот крем. С утра тоже. Теперь переходим к утру. Сейчас лето, началась жара, и ничего плотного не хочется. Начинаю с утреннего ухода со средства интенсивный лифтинг, вот с этой сыворотки. Я почему-то больше не вижу ее в каталоге. Не знаю, есть она вообще или нет. У меня осталось буквально чуть-чуть, но нужна ровно одна капля. Делаю нажатие пипетки, пока флакон не открыт. Туда набирается средство и ровно одну капельку выжимаю. Наношу на область вокруг глаз. Наношу на межбровную морщинку, парадольные морщинки на лбу и немножко на сокупки. Все, морщинки распрямили. Это для распрямления морщинок. Затем я беру, я, девочки, вообще перестала помнить, как называется средство. Кислородный активатор. Это достаточно новое средство у нас в каталоге. Мне оно очень понравилось. 15 мл использую его сейчас летом как самостоятельное средство. Еще у меня в косметичке до сих пор лежит ренаваш, но он ждет осени, скорее всего. У меня есть еще один такой кислородный активатор. Мне, кстати, 15 мл хватило, наверное, я уже второй месяц им точно пользуюсь. С момента выхода я им пользуюсь. И 15 мл расход очень маленький. Вообще, вот такие средства, которые продаются в маленьких флакончиках, их нужно использовать капельно. Не надо сразу треть флакона на себя выливать. Текстура очень жидкая у него. Прекрасно разносится, не оставляет никакого жира, моментально впитывается. И на лето очень комфортная текстура. Также у меня здесь в косметичке крем для шеи и декольтерии на ваш. Все реже им пользуюсь, потому что на ночь у меня сыворотка и крем. А с утра я вот этот же активатор наношу на шею. Ну и неизменный бальзам для губ. Вот этот розовенький у меня тоже в косметичке. Здесь еще у меня есть ночной гардерик. Но тоже пока не востребованный. Просто здесь лежит, не убираю все. Думаю, что и в какой-то день вот сейчас-сейчас закончится у меня мой ночной уход. Поэтому далеко не убираю. Ну и давайте покажу, что у меня для тела. Очень мне понравился крем сорбет. Для жары настолько приятная легкая текстура. Просто замечательный аромат. Мне очень нравится. И я, честно говоря, еще бы такой заказала, если он у нас есть. Но что-то мне кажется, что нет. А новая линейка фруктовая мне не очень нравится. И текстура немножко плотнее. И, в общем, поищу, посмотрю, что можно вместо вот такого взять. Возможно, найду с лимонным и бассиэ. Это у меня стоит на кровати. Перед сном иногда, когда уже стерся бальзам розовый, я пользуюсь бальзамчиком лимонным и бассиэ. Очень мне тоже нравится. И приятный такой вкус. И нежный аромат. И, мне кажется, если днем пользоваться, будет даже блеск на губах от него. Дальше. Чем я на ноги? На ноги у меня крем про ноги. В отличие от кремов про руки, про ноги я обожаю. У меня два крема сейчас стоит на изголовье у кровати. Это бальзам для усталых ног, который прекрасно охлаждает, снимает усталость. Как раз после летних прогулок, когда ноги гудят. Очень замечательно. Прохладную ванну для ног устроить. А затем еще вот этим бальзамчиком намазать ножки. Ну и маска для ног практически пустая уже. Это когда ноги не устали и хочется чего-то более питательного. Потому что вот этот бальзамчик, он полегче. Ну и для рук у меня лак-крем. Несмотря на то, что лето. И вроде бы руки не обветривают. Ничего особого не происходит. Но мы так же моем посуду, так же моем пол. Там где-то постирал, где-то что-то сделал. И рукам обязательно нужен уход вообще в любое время года. Поэтому крем для рук у меня не исчезает из обихода никогда. На работе с утра обязательно. Даже потом в течение дня. Вечером перед сном. Вот таким образом я ухаживаю за руками. И кутикулу не обрезала уже очень долго. Все вот втираю туда эти кремики. И даже не требуется обрезание. Потому что она в очень приличном состоянии. Вот и все. Вот и все. Гроза никак не заканчивается. А у меня уже все закончилось. Большое спасибо, что посмотрели очередное мое видео. Если хотите покупать со скидкой средства, которые я вам только что показала. Проходите по ссылке под этим видео. Попадете ко мне в команду. А я буду вашим неизменным помощником. Буду помогать вам делать заказы. Ну а если захотите зарабатывать, расскажу свой способ вам поподробнее. Ну вот в принципе и все. Большое спасибо за просмотр. Чтобы быть оповещенными о выходе моих новых видео, нажимайте колокольчик. И тогда вам будут приходить уведомления. Ну а с вами была Марина Соловьева. Спасибо большое всем. До новых встреч. Пока.